Историческое напоминание. 30 июля 2018 года произошло убийство трех российских журналистов в Центрально-Африканской Республике. Вот только что состоялась ликвидация группы вагнеровцев. Так вот, убийство журналистов 30 июля 2018 года как раз было связано с тем, что эти журналисты Архан Джамаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко поехали в Центрально-Африканскую Республику для расследования, для того, чтобы снять фильм о деятельности ЧВК Вагнер в Центрально-Африканской Республике. О том, как они разрабатывали золотые прииски. Ну, короче говоря, соучаствовали вместе с диктатурой этой республики разграбление недр этой страны. Значит, убийство... Ну, я не буду подробно рассказывать о том, как это произошло. Но это действительно совершенно очевидно. Уже провели некоторые расследования журналистки, которые явно указывают на то, что целью этих журналистов, расследователей, было снять фильм как раз о ЧВК Вагнер. Ну, и понятно, что как раз эта преступная группировка ЧВК Вагнер была заинтересована в том, чтобы фильм не появился. В результате эти журналисты погибли. Значит, в апреле 2022 года МИД России заявил о том, что расследование очень сложно, потому что журналисты не вставали на консульский учет, и поэтому никто не знал, зачем они там находятся. Хотя то, зачем они там находятся, было хорошо известно, и, в общем, они особенно не скрывались. Затем, еще до этого, в 2019 году, значит, компания, которая находилась под контролем Евгения Пригожина, сняла фильм «Кто стоит за убийством российских журналистов ЦАР», в котором высказали уверенность в том, что к убийству могла быть причастна французская разведка и Михаил Ходорковский. Ну, вот попытаться понять, зачем Михаила Ходорковского убивать журналистов Центральной Африканской Республики, которые поехали снимать фильм о преступлениях ЧВК Вагнер, понять это невозможно. Ну, как и, собственно говоря, все пропаганда, которой занималось ведомство Евгения Пригожина. Убийство журналистов до сих пор остается нераскрытым. Ну, это так, маленькая памятка о том, что происходит в России с теми людьми, которые пытаются донести правду. Теперь о событиях сегодняшнего дня. Такое немножко неожиданное событие – это то, что Министерство юстиции отказало тем людям, которые требуют внести Аллу Пугачеву в список иноагентов. Среди этих людей находится сама Алла Пугачева, которая заявила о том, что она требует, чтобы ее внесли в этот список. Кроме того, был запрос депутата Государственной Думы Алексея Журавлева. Ну, те, кто не сразу вспомнит, кто это такой, я напомню, что это тот человек, который испытывает огромные нравственные страдания и огромную зависть к жителям скандинавских стран, где существуют публичные дома, по его мнению, где можно изнасиловать черепаху. Вот этот вот страдалец, ну, вообще страдает по очень многим вещам, это Алексей Журавлев, но вот, в частности, его возмущает то, что Алла Пугачева до сих пор не иноагент. Он обратился в Минюст с требованием признать ее иноагентом. Значит, Минюст заявил следующее, это надо цитировать. В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента будет рассмотрен вопрос о ее включении в реестр. Что же касается того, что сама Пугачева требует ее признать иноагентом, то Минюст сказал, что человек, намеревающийся действовать как иностранный агент, обязан, внимание, обязан до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр иностранных агентов. Ну, вот то, что Алла Борисовна не подала соответствующее заявление в Минюст, то, значит, это оказывается основанием для того, чтобы ее в иноагенты не включать. Вообще потрясающая, конечно, история, потому что Пугачева, которая выступила в поддержку своего супруга Галкина, она, значит, попросила зачислить ее в ряды иноагентов своей любимой страны, потому что вот она поддерживает Галкина. Ну, в общем, короче говоря, потрясающая история, которая свидетельствует о том, что звание иноагентов в России превратилось в почетную награду, которую добиваются, вот, а Минюст, я думаю, что скоро сможет торговать этим званием и таким образом приносить большую прибыль российскому государству. Вот, история, конечно, была бы очень смешная, если бы вот в результате целого ряда таких действий иноагента, звание иноагента не было бы первой ступенью для того, чтобы возбуждать уголовные дела, преследовать людей, сажать в тюрьму и там их убивать. Теперь центральная тема нашего сегодняшнего разговора, она довольно далека от обычных наших обсуждений, размышлений, потому что она связана с Олимпиадой. Я признаюсь, что у меня не хватило времени сразу посмотреть четырехчасовую программу открытия Олимпиады. В общем, я не нашел в своем временном бюджете такого количества времени и очень об этом пожалел, потому что потом, это было четыре дня назад, как вы знаете, и потом пошел вал комментария. Вот меня просто захлестнул этот вал. Мало того, когда меня стали приглашать на самые разные каналы, мне стали задавать вопросы. Сначала я говорил, что не смотрел, не знаю, мнения не имею. Но потом вынужден был посмотреть и, могу сразу сказать, не пожалел. Ну, сейчас по ходу нашего разговора я объясню, почему я не пожалел. А сначала отклики, с которыми я, на самом деле, отклики, вот, все-таки я не являюсь ни спортивным комментатором, ни каким-то художественным обозревателем. Поэтому я не очень люблю комментировать какие-то события, которые требуют именно вот такого качественного эстетического восприятия, потому что мне всегда кажется, что это очень субъективно. И здесь, в общем, ну, короче говоря, мне, это не моя тема. Обычно я не комментирую какие-то театральные события, а это все-таки, открытие Олимпиады, это все-таки такое театральное действие. Вот. Но здесь дело совершенно в другом. Дело в том, что открытие Олимпиады в Париже, оно невероятным совершенно образом сплотило ханжей самых разных стран и политических ориентаций. Просто вот это открытие, оно сорвало покров какого-то приличия с огромного количества самых разных людей. Ну, есть люди, которые являются ханжами по, так сказать, это соответствует их политической ориентации. Здесь ничего удивительного нет, это всякие религиозные деятели, которые по долгу службы являются, то есть ханжество является их профессией. А есть люди вполне себе демократических ориентаций, которые, демократических либеральных ориентаций, которые вдруг неожиданно вот с них сорвало вот эту вот личину или там легкую какую-то завесу либерализма и демократизма, и вдруг неожиданно обнаружилось вполне себе такое откровенное лицо ханжи. Вот. Я не собираюсь там их осуждать, я просто хочу сказать, что очень странные сближения обнаружились вот в этой реакции на Олимпиаду. Я сначала приведу несколько цитат, которые меня удивили. Удивили не своим содержанием. Содержание понятно. В основном это были отклики на вот это действие, которое многие почему-то считали пародией на «Тайную вечерю». вот, так сказать, такой библейский сюжет, который был изображен в картине Леонардо да Винчи. Ну, на самом деле, совершенно непонятно, почему именно вот эта картина была сочетана прототипом, над которым смеялись. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот это знаменитое действие, которое занимало буквально несколько минут из четырехчасовой программы открытия Олимпиады, и где, значит, в качестве действующих лиц актеров выступали трансвеститы, самые разные люди вот такой, ну, достаточно карикатурной внешности. Короче говоря, значит, само действие на самом деле, оно было совсем другим, оно было разным, оно было удивительным. Буквально пару слов об этом я скажу, потому что это, мне кажется, важным. И вообще сама типология открытий Олимпиады, мне кажется, заслуживает самостоятельного анализа. Она в какой-то степени отражает многообразие мира, в котором мы живем, многообразие планеты Земля, ну, по крайней мере, человеческого, человечества, которое на этой планете обитает. И это очень важно, это очень красиво, это здорово. Так вот, цитирую. Владислав Иноземцев. Ничего более несуразного, чем открытие Олимпиады, не видел много лет. Природа ответила соответствующей погодой, но буря, способная разметать этот балаган, была бы куда уместнее. Конец цитаты. Дальше. Шулика. Совершенно ужасное открытие Олимпиады на фоне грязной речки. Ну вот вы представьте, чтобы в Сочи Олимпиаду открывали в районе Мамайки, где в Черное море льется канализация. Вот примерно так. И вот какой-то реальный ширпотреб. Нет величия. Вот это вот ключевая фраза. Нет величия. Понимаете? Не хватает Шулике величия. Не показано понимание события. Вот. Мне больше понравилось, что вот этот блогер Шулика, ему не хватает величия, он в качестве примера приводит чудовищную совершенно Олимпиаду в Сочи. Чудовищную. Чудовищную Олимпиаду в Сочи в качестве примера. Вот там было величие сколько угодно. Известная, так сказать, представительница коммунистической партии Дарья Митина. Значит, тоже важное сообщение. Пишет. Ну что, все проблевались? А теперь слушайте. Я вам сейчас всю правду расскажу. Можете сразу отписываться. Открытие Парижской Олимпиады действительно отвратительное, блевотное зрелище. Но отнюдь не потому, почему вы подумали. Сразу скажу, настепно традиционными ценностями мне вообще насрать. Попы и их сказки, в общем, для того и существуют, чтобы их вы смеем быть. Только вот маленький неудобный вопрос. Почему высти были только подставляющих вторую щеку христиан? Какая-то дерзость на полшишечки. Почему в сценарный комитет праздника не позвали юмористов из Шарли Эбдо? Они бы вам такого пророка Магомета расписали, что только держись. Почему нет стеба над синагогой? Я спрашиваю. Там и дизайнеры ничего не надо. Вам 90 лет Фелькиши Биобактер уже все отдизайнил. Какая-то прям ссыкотная половинчатость. Это Дарья Митина. Немножко, чуть позже скажу о том, в чем тут проблема и в чем тут идиотизм вот этой вот дамы. Которые не понимают, о чем говорит. Затем вот племянница Марин Лепен. Тоже, как вы понимаете, совсем другая сторона политического спектра. Она депутат Европарламента, депутат Национального собрания Франции от партии Национальный фронт. Вот это Лепен, Лепен-младшая, назовем ее так, пишет. Смотрю церемонию открытия Олимпийских игр с детьми. Трудно насладиться редкими удачными номерами, когда вокруг обезглавленной Марии Антуанетты, целующиеся троицы, дрэк-королевы, унижение республиканской гвардии, вынуждены танцевать. Общая бескусица костюмов и хореографии тоже не спасает ситуации. Теперь совершенно другой человек. Илон Маск присоединяется к этому хору. Илон Маск пишет. Это было крайне неуважительно по отношению к христианам. Пишет Илон Маск. Теперь братья по разуму всех этих замечательных людей. Дмитрий Медведев, тот самый, который замглавы Совета Безопасности России. Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить. Жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи. Привет, шулики. Вот брат по разуму Дмитрий Медведев вам протягивает руку. Или чемпионат мира по футболу с блеском, проведенный в нашей стране. Константин Богомолов, театральный режиссер. Худшее открытие Олимпиады. Дико скучно, провинциально и просто убого. Вячеслав Володин, ну, спикер Володин, как вы понимаете. Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемонии открытия Олимпийских игр. Кадры, разлетевшиеся по сети, демонстрируют полнейшую деградацию европейского общества. Они надругались над Библией, оскорбили наши чувства, чувства христиан всего мира. Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств, моральных уродов. Умудрились перепутать страны-участницы. Заставили спортсменов против их желания участвовать во всем этом подправленным дождем. Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия. Организаторы Олимпиады, во главе с Макроном, унизив весь крестьянский мир, дискредитировали, в первую очередь, себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали, чтобы Франция состоялась. К вопросу о том, кто и что сделал, чтобы Франция состоялась, буквально через пару минут я об этом скажу. И вот Володину протягивает руку Константин Эгерт, который является иноагентом, который в том же самом твиттере пишет, «Споры о пародии Натальному вечерю в Париже игнорируют самое важное. Это не частное, а государственное мероприятие. В театре это просто искусство. На государственном шоу это политическое заявление. Конституционный лоицизм в этот момент обращается в государственный атеизм». Конец цитаты. Очень интересно. Ну, впрочем, давайте так. Я попробую откомментировать и объяснить, почему я считаю, что это дикое совершенно. Это вот какой-то всепланетный бой объединенных единым хором ханжей все планеты, которые представляют разные совершенно взгляды, разные политические ориентации, представляют разные страны. Ну, сначала. Что такое евроатлантическая цивилизация, которую называют иудеохристианской? Она стоит на трех китах. Это античная культура, это христианство и это просвещение. И вот это вот такое триединство евроатлантической цивилизации как раз очень ярко и специфически проявлено во Франции. Во Франции, Франция прежде всего, в которой Франция, безусловно, это страна христианская, по своей, она светская, безусловно, светская, но основу культуры Франции составляет, безусловно, христианство и античность тоже. Но специфика Франции, что именно здесь появилось просвещение, именно здесь появились Вольтер, именно здесь появились Дидро и прочие просветители, суть которых проявляется как раз в светскости. Светскость, несмотря на то, что в основе лежит христианская культура, но тем не менее основа государственности Франции, основа ее нынешней культуры, нынешней идентичности это светскость. И это, безусловно, это не только Вольтер, который знаменит своим отношением к церкви, раздавите гадину, это еще и это и Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, это и сатира, специфическая французская сатира, то есть это огромная часть, это краеугольный камень евроатлантической цивилизации, суть которой заключается в том, что она рефлексирует, она смеется сама над собой, суть евроатлантической цивилизации заключается в том, что просвещение это критика, это самокритика, это рефлексия, это попытка задуматься над своими собственными недостатками, и для этого существует сатира, именно поэтому одно из первых проявлений возрождения и просвещения были такие вещи именно как Рабле Горгантюа и Пантагрюэль, в которой Франция смеется сама над собой, и кстати, это именно объяснение того, это ответ вот этой мракобесной коммунистки Дарьи Митиной о том, почему в качестве фигурантов не были взяты пророк Магомед, Будда и так далее, и всевышний иудаизм, причина очень простая, потому что самоирония, потому что людям свойственно смеяться над самими собой, и этим отличается евроатлантическая цивилизация. Да, Шарли Ибдо идет дальше, он смеется над всеми, но Шарли Ибдо все-таки является маргинальной частью французской культуры, а именно европейская культура, она ей свойственна прежде всего рефлексия. И поэтому, да, Франция это христианская страна, несмотря на то, что она светская, и поэтому как раз был смех над христианством вполне нормален. А вот если бы это было, здесь был бы смех над мусульманством, это было бы бестактно. То есть у себя дома смеемся над собой. это ну это понимаете, это тот случай, когда если надо объяснять, то не надо объяснять, это бесполезно. Это та самая причина, почему когда евреи рассказывают еврейские анекдоты, то это смешно. Когда еврейские анекдоты начинают рассказывать антисемиты, это отвратительно. Это опять вот, это тот случай, когда ну вот бесполезно объяснять, если человек это не чувствует. Это значит, что человек не находится в лоне евроатлантической цивилизации. К сожалению, вдруг неожиданно выяснилось, что таковыми являются те, кто вроде бы считался европейцами. И некоторые из тех критиков открытия Олимпиады, это, безусловно, люди вроде бы европейской культуры. Но оказывается, не совсем. Оказывается, все-таки стать гражданином европейской страны и вытащить из себя вот это мракобесное российское ханжество, оказывается, не так просто. И тут, конечно, еще один вопрос. А почему они вдруг решили, что это в качестве вот этой вот пародии была взята картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». То, что длинный стол, ну так вы извините, у Путина тоже длинный стол. Может, это над Путиным издеваются? Но дело не в этом. Дело в том, что действительно есть картина 17 века голландского живописца Яна Ван Беллерта «Пир богов», который точно так же может являться тем прообразом вот этой сатиры, которая там была. В частности, вот этот вот лежащий Дионис на столе, который, в общем, явно не имеет никакого отношения к картине Леонардо да Винчи. Но дело даже не в этом. Дело даже не в том, насколько обоснованы вот эти вот обиды, сколько в том, что сам факт того, что Франция сделала именно такое открытие, открытие, ну, я все-таки посмотрел. Я, конечно, все четыре часа не смог посмотреть, я посмотрел самые такие яркие моменты, просмотрел сначала эту трансляцию на ускоренном воспроизведении, потом просто, ну, где-то минут, наверное, 20 потратил на то, чтобы посмотреть отдельные фрагменты более подробно. Могу сказать, что это совершенно блестящее, это вот чисто такое яркое французское, европейское восприятие Олимпиады, восприятие сегодняшнего мира. Абсолютно блестящее. Я должен сказать, что, понимаете, каждая страна раскрывается, каждая страна хозяйской Олимпиады раскрывается по-своему. Я очень хорошо помню открытие Олимпиады, Олимпиады 80-го года в Москве, когда это было на следующий год, после того, как Советский Союз напал на, осуществил вторжение в Афганистан. И это удивительное дело, потому что это была такая презентация сентиментальной империи. Сентиментальной империи. Самое яркое событие Олимпиады 80-го, это было даже не открытие, а закрытие. Это улетающая мишка. И просто мне это запомнилось, потому что потом через некоторое время стали выяснять, а куда делся этот мишка. Вот он улетел, ну это символ Олимпиады, который был признан очень успешным. Огромный такой мишка. Ну так, в общем, хорошо исполненный. Потом вот этот вот воздушный мишка улетел и стали выяснять, а куда же он делся. А потом выяснилось, что он на самом деле, хотя это символ Олимпиады, это вот такая трогательная деталь, подробность Олимпиады, выяснилось, что он пролетал какое-то время, потом он грохнулся, значит, лопнул, и вот останки этого медведя где-то там валяются на помойке, и, в общем, никому до них дела нет. То есть, вот эта вот сентиментальность на показ на фоне трупов Афганской войны, куда вторгся Советский Союз, это как раз символ вот этой сентиментальной империи, такие типичные крокодиловые слезы. Потрясающе было, конечно, открытие Олимпиады в Пекине. Вот эта демонстрация огромности страны, она действительно впечатляла. Ну и, то есть, это на самом деле, вот гигантская многотысячелетняя китайская цивилизация, которая приоткрылась миру. Впечатлила, да, безусловно. Огромное количество, там безумное количество барабанов, которые били. То есть, я не стал перед нашим разговором пересматривать, но я помню, что на меня это тоже произвело впечатление. Ну и, наконец, Франция. Франция – это открытие, которое символизировало евроатлантическую цивилизацию. Это и, ну, вот все, что фактически было сделано для того, чтобы символизировать эту цивилизацию, в которой каждый человек равен. То есть, это и королева, которая вещает отробленной головой. Это и какие-то маленькие люди, которые играют на гитаре. То есть, на самом деле, ну и в конечном итоге то, что это все сделано на воде, когда национальные сборные проплывают на отдельных на отдельных катерах, это все было, ну, это было блестяще. Короче говоря, ну, и очень хорошая, очень хорошая работа – это то, что заставило проявиться Ханжей. Короче говоря, это то, что, благодаря чему вот я для себя много нового узнал о людях, которые раскрылись с неожиданной стороны. Так, значит, у нас сегодня я попробую вечером сделать программу о российской оппозиции. Мне кажется, накопилось довольно много материала. Если получится, то я думаю, что будет стоит посмотреть. Это ориентировочно в 10 вечера. Если получится. Еще раз говорю, если успею, если хватит сил и хватит времени. А сейчас ответы на ваши вопросы. Вопрос из чата Телеграм-канала. Извините за неудобный вопрос, но для меня он действительно важный. Прочитала, что у вас YouTube-канал зарегистрирован в России. Вы платите налоги с него в России? Уважаемый коллега, я когда-то, когда-то, естественно, когда я жил в России, это уже было довольно давно, я зарегистрировал, конечно же, канал в России. После того, как я вынужден был уехать, я, как я уже говорил, я поселился в Литве. В настоящий момент мой статус, я налоговый резидент Литвы, я плачу налоги в Литве. Канал перерегистрирован на мой сегодняшний литовский статус. Еще раз подчеркиваю, я налоговый резидент Литвы, плачу, имею вид на жительство в Литве и плачу налоги этому государству, Литве. С Россией у меня, так сказать, Россия сама разорвала со мной всякие отношения, потому что были заблокированы все мои банковские карточки. Мне перестали сразу же, после того, как меня объявили на агентом, мне сразу же перестали платить пенсию. По-прежнему присылают какие-то письма из налоговой инспекции, что я чего-то кому-то должен. Естественно, я не плачу, и даже если бы я на минутку сошел с ума и решил что-то заплатить путинскому режиму, у меня такой возможности даже нет, потому что у меня нет, у меня заблокированы все мои банковские счета. И поэтому и Сбербанк, и Тинькофф, и Альфа-банк, ну все, что было, все заблокировано, деньги, естественно, там пропали, но это, собственно, небольшая беда. Ну и пенсию не платят. Поэтому никаких шансов, даже если бы сошел с ума заплатить налоги в России, у меня нет. Так что в этом смысле все предельно ясно. Алида. Алида является спонсором нашего канала, за что ей огромное спасибо. Пишет следующее. Игорь Александрович, если вы будете комментировать статью Бориса Пастухова, каково ваше мнение о тезисе, как бы это ни было печально, но хрупкое равновесие в мире было и остается продуктом конкуренции империи. Можно, конечно, напомнить Пастухову Младшему, что по историческому опыту конкуренции империи это как раз надежный путь к войнам. Я так думаю, не знаю, согласны ли вы с этим на том закончить. Но интересно другое. Считаете ли вы, что человечество вообще способно соблюдать равновесие, то есть жить без войн, если да, то какие условия для этого требуются. Или это утопия. Уважаемая Алида, я, во-первых, я буду комментировать это. И это один из предметов нашего возможного, подчеркиваю, возможного, если получится, вечернего разговора. Здесь дело не только в Пастухове Младшем, сколько в позиции Пастухова Старшего. Здесь есть определенные. У них вот этот творческий семейный тандем достаточно интересен для анализа. Они имперцы. Вот. Они имперцы, так же как Латынина, так же как целый ряд российских оппозиционеров, которые выехали из империи, но империю они унесли на подошвах своих сапог. Поэтому я буду комментировать эту статью, считаю ее важной для понимания того, что происходит в головах российской оппозиции. Напоминаю, что Пастухов Старший считается таким гуру, на него с придыханием ссылаются очень многие российские оппозиционеры. Вот. Теперь, что касается, я совершенно согласен с тем, что конкуренция империи всегда обозначала путь к войне. И всегда и в условиях и Первая мировая война началась в результате конкуренции империи, и Вторая мировая война тоже началась в результате конкуренции империи. Что же касается значит возможности жить без войн, то демонстрацию того, как это можно, как раз показывает всему миру Европейский Союз. Вот Европейский Союз это как раз такая модель кантовского вечного мира. И я думаю, что какие условия для этого требуются? Я думаю, что условия требуются такие. Расширение расширения Европейского Союза. Оно идет. Причем это не имперское расширение. Европейский Союз он не обладает миссианством, который пытается втянуть в себя все окружающее пространство. И те люди, которые говорят, ну вот, Европейский Союз тоже же расширяется, значит он империя. Так это прямо противоположное образование. Во-первых, Европейский Союз не является вертикальным, там внутри нет вертикали власти, а во-вторых, Европейский Союз противится расширению, он не пускает в себя желающих. Там ситуация прямо противоположная. И я думаю, что в конечном итоге неизбежное расширение Европейского Союза, оно происходит прежде всего потому, что Европейский Союз привлекателен, потому что в него хотят войти, потому что внутри этого Союза комфортнее, чем за его пределами. Поэтому я думаю, что постепенное расширение Европейского Союза в исторической перспективе может действительно привести к тому, что страны действительно будет какая-то попытка установить на какой-то части планеты территорию без войн. Приведите пример, когда страны Европейского Союза воевали друг с другом. Вековечная война между Францией и Германией закончилась после того, как они вступили в Европейский Союз. То есть я не беру эпизод с распадом Югославии. Югославия не была частью Европейского Союза. Примером, когда вы не можете назвать примеры, когда страны, входящие в Европейский Союз, друг с другом воевали. Или имели бы какие-то жесткие конфликты, связанные с силовым противостоянием. Ничего похожего не было. Поэтому я думаю, что пример Европейского Союза является тем, который можно взять на вооружение в качестве возможности жить без войн. Вот это тот путь, который показывает объединенная Европа. С моей точки зрения, я уже не раз говорил, что это величайший проект в историю человечества. Ну а гимн империям, который был у пастухова младшего, я обязательно прокомментирую. Если получится, то сегодня. Рома роман. 3 августа выходит российский фильм «Игры про Олимпиаду 80» в Москве. Планируете посмотреть? Мне интересно увидеть картину, однако, учитывая, что фильм отечественное, есть сомнения в том, что покажет всю правду. Как вы думаете, вы наверняка помните тот период, тогдашняя обстановка, очень интересно узнать ваше мнение аккуратно накануне премьеры. Я вот только что от вас узнал о том, что этот фильм, ну, как-то я не очень слежу за планами российского проката. От вас узнал. Спасибо вам, Рома Роман, спасибо за то, что вы меня просветили. Вот, на самом деле, я как бы просматривая там по тысяче комментариев ваших к своим программам, я очень много нового узнаю, я нисколько этому не стесняюсь, я считаю, что в целом то есть вы, конечно, все вместе обладаете неизмеримо большими знаниями, чем я. и зачастую каждый из вас, некоторые из вас просто, безусловно, более осведомленные люди, поэтому спасибо за то, что вы меня просветили. Интересно, прям сразу хочу сказать, интересно, не знаю, если будет время, попробую кусочек посмотреть, если это негалимая пропаганда, то может быть даже и буду смотреть этот фильм. Интересно, потому что это наша история. 80-й год для меня очень важный в моей жизни по личным обстоятельствам, но естественно Олимпиаду 80-го года я хорошо помню. Эта Олимпиада, я уже начал говорить, так случайно получилось, уже частично начал говорить об этом, Олимпиада, которая состоялась на следующий год после вторжения Советского Союза в Афганистан. Это была Олимпиада, в которой количество стран, бойкотирующих Олимпиаду, было почти равно количеству стран, участвующих. Байкотировали 65 стран, участвовали 80. Это одна из самых таких односторонних и позорных Олимпиад в истории Олимпийского движения. Ну, сравнить можно, пожалуй, только с Олимпиадой в Гитлеровском рейхе накануне Второй мировой войны. Пожалуй, вот так, наверное. Вот это Олимпиада 80. Я хорошо помню эту Олимпиаду, потому что Москва опустела, она была зачищена до блеска. К ней готовились просто как, ну, понятно, это была витрина Советского Союза. Значит, Москва была зачищена, все сомнительные элементы были высланы за 101 километр из Москвы. Москва была пустой. Я тогда жил на Меусах и я гулял с собаками и помню, что обычно гулял очень рано утром и помню хорошо, когда совершенно пустой город, то есть, вообще никого нет, чисто, пусто. И когда я ходил с собаками, ко мне подошел милиционер, милиционер явно не москвич, ну, такой молодой человек азиатской внешности, и, значит, сказал, вы что здесь делаете? Я говорю, с собаками гуляю. А что с собаками? Зачем гулять с собаками? То есть, этот человек явно его прислали в Москву для наведения порядка, он попытался у меня спросить документы, я говорю, что, с ума сошли, что ли? Я что, гулять с собаками должен выходить с документами? Нет, не надо здесь гулять. Я говорю, слушайте, это мой город. Он говорит, я сказал, мне надо будет. Потрясающе, то есть, Москва была зачищена, Москву наводнили, наводнило огромное количество милиционеров, присланных из дальних регионов, и это была действительно вот такая вот витрина, то есть, пытались показать витрину Советского Союза. Была сокрушительная победа, но с учетом того, что не было Соединенных Штатов Америки, не было Японии, не было ФРГ, не было, ну, ведущих Великобритании, ведущих спортивных держав, в их отсутствие это была сокрушительная победа Советского Союза, то есть, СССР и ГДР, они собрали практически все медали. Ну, да, это вот такая Олимпиада. Я уже говорил о церемонии закрытия Олимпиады, когда, так сказать, выдавливали слезу вот этим прощанием с Мишкой. Да, это была вот такая попытка показать империю с человеческим лицом. На фоне вторжения в Афганистан, на фоне того, что происходило с политзаключенными в Советском Союзе, здесь вот была продемонстрирована такая сентиментальная империя. На фоне того маразма, в котором уже находился генеральный секретарь господин товарищ Брежнев, вот, это была показана такая вот попытка показать империю с человеческим лицом. Ну, в общем, на внутреннюю аудиторию получилось. Я думаю, представителям левых во всем мире, сторонников, симпатизантов Советского Союза, тоже удалось выдавить слезу. Но, в конечном итоге, в общем, выглядело это довольно убого. Наталья, если я правильно поняла ваш посыл, кто не хочет защищать страну, пусть берет курс на разрыв со страной. Я тоже придерживаюсь этой точки зрения, пока не услышал от наших социологов, экономистов мудрящающие прогнозы, чтобы экономика заработала после войны и не оказаться в демографической яме, Украине нужно 300 тысяч в год трудовых мигрантов. Так может повернуться лицом к украинцам, которые в силу разных причин, правдами и неправдами, оказались за границей, сделать всеобщую амнистию, потому что, если делать ставку на мигрантов в таких количествах, в угоду эгоистическим соображениям, то мы все должны понимать, чем это чревато. Приводить примеры европейских стран, я думаю, не стоит. Уважаемая Наталья, вы знаете, вопрос, это вот второй день я отвечаю на вопросы по поводу вот этой всей ситуации, когда люди, которые не хотят защищать страну, значит, что делать, как к этому относиться. Вот я не думаю, что сейчас в этих условиях что такое объявление, что такое сделать всеобщую амнистию. Какую амнистию? Амнистию в отношении тех людей, которые уехали и не хотят защищать страну, а что она должна включать? То есть, это должно, то есть, я просто хочу понять ваше предложение до конца. Если речь идет о том, что обещают их не трогать, если они вернутся в Украину и что, и освободят их от обязанности воевать, ну, это будет очень странно выглядеть. я думаю, что это будет некоторое основание для внутреннего раскола в Украине, потому что это будет означать, что ну, вот ты не хочешь воевать, ну, и не надо. И поэтому что? У меня есть некоторые сомнения, что люди, которые уехали и в настоящий момент пытаются адаптироваться в других странах, они в значительной степени уехали не только от угрозы быть отправлены на фронт. Они уехали еще и потому, что, в общем, в Украине не очень, ну, действительно, не очень сейчас комфортная жизнь, постоянные перебои со светом, обстрелы, то есть, бомбардировки, то есть, на самом деле, жить в воюющей стране непросто. Я не думаю, что вот сегодня амнистия по поводу чего? Ведь по ним не возбуждены уголовные дела. Поэтому мне до конца не очень понятна даже сама ваша идея. Но в целом я еще раз хочу подчеркнуть, что люди вольны. В конце концов, если ты не хочешь защищать свою страну, ну, ладно, в конце концов, но тогда не надо претендовать и на гражданство в этой стране. Мне так кажется. то есть, почему кто-то должен за тебя защищать? Я еще раз говорю, я не собираюсь за них их осуждать. Прежде всего, потому, что я сам не имею возможности в силу возраста и состояния здоровья не имею возможности предложить свои услуги Украине в качестве человека, который готов ее защищать с оружием в руках. Я буду там обузой. Это смешно даже говорить. Но это накладывает на меня определенные ограничения. Поэтому я никоим образом не осуждаю этих людей. Не имею на это морального права. Но с другой стороны говорить о том, что они должны пользоваться теми же самыми правами, что и люди, которые защищают свою страну. Не государство, я еще раз говорю, это абсолютно ложная постановка вопроса. Они не Зеленского защищают. они не правительство, не администрацию, не офис президента защищают. Они защищают свои семьи. Они защищают себя в конечном итоге. Поэтому я думаю, что уравнивать тех людей, которые защищают свою страну, с теми людьми, которые не хотят этого делать, мне кажется, тоже несправедливо. Просто несправедливо. А что касается амнистии, я должен понять вашу точку зрения. Может быть, вы мне просто ее разъясните, и я тогда способен буду на диалог с вами по этому поводу. Алексей Губко. Вам не кажется, что ответ на вопрос о так называемой национальной идее для России буквально лежит на поверхности 30 лет, и каждый или делает вид, что не замечает этого слона, или старательный и корыстно прячет его за ширм. Это национальная идея построения в России гражданского общества и на его основе правового государства. Уважаемый Алексей, я думаю, что мы с вами по-разному понимаем суть самого понятия национальной идеи. Национальная идея это не то, что вы или я может предложить стране в качестве желаемого содержания. Нет. национальная идея это то, что выводится как некий общий знаменатель коллективного сознания или коллективного бессознательного даже частично граждан этой страны. Это не то, что мы хотели бы. Опять-таки, вот здесь это очень часто бывает в наших беседах, уважаемые коллеги, когда идет подмена сущего и должного. Вы сейчас, уважаемый Алексей, говорите о должном, а я о сущем. Понимаете, вы говорите о том, что надо было бы, чтобы граждане России думали о себе. Они так не думают. Подавляющее большинство населения Российской Федерации не хочет какого-то построения гражданского общества и правового государства. Они этого не хотят. У них коллективное массовое сознание россиян устроено иначе. Это вы, уважаемый Алексей, и я, мы с вами явно в этом вопросе единомышленники, хотели бы именно так. Хотели бы жить в стране, где подавляющее большинство граждан являются сторонниками правового государства и верховенства гражданского общества. Но в России это не так. В России население не субъектно. В России население постоянно пытается воспроизвести какую-то вертикаль, какую-то монархию, веру в доброго царя, который должен построить хорошую страну. То есть это совершенно другая модель национальной идеи. Национальная идея это не то, что мы, каждый из нас готовы предложить народу. В свое время, когда Борис Николаевич Ельцин почему-то озаботился поисками национальной идеи и послал своих советников, в том числе таких умных, как Георгий Александрович Сатаров, послал их придумывать национальную идею. Они-то понимали, что это безумие, что это глупость. Но он тоже, как вы, Алексей, считал, что национальную идею может кто-то придумать и предложить людям. Это ошибка. Это ошибка. И в частности, так сказать, те национальные идеи, которые приживались, они приживались, в частности, национальная идея Москва, Третий Рим или национальная идея православия, самодержавия, народность, они в значительной степени оказались жизнеспособными, потому что они отражали коллективное установки коллективного сознания населения. Поэтому уж точно не гражданское общество, не правовое государство является на сегодняшний момент общим знаменателем коллективного сознания граждан России. Эта национальная идея существует в наших с вами головах, а не в головах подавляющего большинства россиян. Алексей, как вы оцениваете спор нестяжателей и осифлян, окончившийся в пользу последних с точки зрения влияния на последующую историю России. Уважаемый Алексей, я думаю, что этот спор, хотя он в принципе возник в 16 веке, но это спор действительно центральный, это спор, можно его расширить не только на вот эти споры конкретных людей в русской православной церкви, но и в целом. Я думаю, что это трагическая история, потому что победа и осифлян, по сути дела, означало поворот, собственно говоря, сохранение тенденции русской православной церкви, специфической ветви православия, которая была характерна для России, в сторону такого вот опоры для самодержавия. Опора для самодержавия, опора, потому что это гигантское монастырское землевладение, церковь, которая превратилась в огромного собственника, в общем, фактически самого крупного собственника в России, которая полностью слилась с властью, это стало результатом этого, стало как раз полное подчинение церкви государству и превращение церкви в обслугу государства. Я думаю, что вообще после ликвидации Новгородской республики, которая произошла в 1471 году, по сути дела вот это самодержавие, оно стало нуждаться в опоре. И такой опорой стала Русская Православная Церковь, в которой победила, это уже в следующем веке, победили иосифляне. То есть, по сути дела такое думаю, что эта победа была исторической и эта победа была трагической для русского государства, для московского княжества и в дальнейшем для государства российского. То есть, именно специфическое русское православие, оно было сформировано сначала в результате угодливой поддержки татаро-монгольского ига, затем вот этот спор нестяжателей с асифлянами, затем знаменитое заявление патриарха всей Руси о поддержке большевиков, это уже 20-е годы, ну и, наконец, формирование новой версии патриаршества в 1943 году под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Все это вехи, и здесь я должен, думаю, что спор нестяжателей и асифлян является одной из ступеней превращения русской православной церкви вот в то, чем она сейчас является. Так, Владимир Викторович, тяжелые вопросы, Игорь Александрович. Несколько лет назад мне попалось на глаза видео с высказыванием известного философа Ивана Ильина, в котором он называл Россию страной моральных уродов. Вы как-то приводили слова Горького о жестокости русского народа. Андрей Пианковский не раз цитировал Толстого, который в одном из своих произведений назвал русскую армию мразью. Это не случайно. Достаточно вспомнить исторический факт, когда горе-полководец Кутузов, отступая после Бородино доставил по дороге умирать 30 тысяч раненых русских солдат и офицеров. Ну и так далее. Там дальше Владимир Викторович перечисляет многочисленные преступления российской армии. Вот. В том числе истязания заключенных, убийства Щекочихина, Политковский, Навального и так далее. Ну в общем массу преступлений российской армии перечисляет перед тем, как задать вопрос Владимир Викторович. Значит а теперь вопрос почему наше народонаселение такое? Каковы причины того, что наша страна на сегодняшний день по сути является полууголовной? Говорю именно о народонаселении, а не о граждане, так как граждан у нас меньшинство. Допускаю, что вы уже отвечали на подобный вопрос, но он стоит того, чтобы акцентировать на нем внимание постоянно, чтобы хоть немного излечиться. Значит вопрос настолько многоплановый, что действительно если коротко на него отвечать, то я уже частично начал отвечать, когда мне задавали вопрос по поводу вот этого спора нестяжателей и осифлян. безусловно одной из основ одной из основ не самой главной, но одной из основ сегодняшнего российского менталитета это это то, что вера, она на сегодняшний момент не оказывает существенного влияния, но она лежит в основе, в фундаменте. И вот это специфическое русское православие, оно конечно сказалось. В конечном итоге оно явилось в том числе одной из подпорок российской имперскости. То есть формирование русского фашизма сегодняшнего и фашизма в головах людей это длительный период это длительный период формирования специфической русской системы, в основе которой лежит полное слияние власти с собственностью, полное высасывание из российской популяции всякой субъектности. То есть в России человек предоставлен сам себе. В России никогда не было в России население никогда не было субъектным. Оно никогда не могло решать свою судьбу. Решение своей судьбы могло быть только вне права. Понимаете? Вот смотрите. В нормальных странах, в странах относительно здоровых человек может решать свою судьбу с помощью права. Может защищать свои права. В России такой возможности нет. В России право изначально не является атрибутом государства. Атрибутом государства является полное тотальное всевластие. И ну как знаменитое высказывание, что вверху власть тьмы, внизу тьма власти. Или наоборот, вернее, вверху тьма власти, внизу власть тьмы. То есть это очень характерное состояние российского общества на протяжении многих веков. Когда человек абсолютно не защищен правом. И он, этот человек, либо вынужден смириться с этим и быть покорной жертвой, либо пытаться выстраивать свои отношения с миром с помощью уголовщины. И это очень характерно. почему в России так в сегодняшней России так широко распространена уголовная субкультура? Потому что значительная часть людей были пропущены через ГУЛАГ. На сегодняшний момент москвичам и жителям Петербурга это может быть не очень хорошо понятно, но в целом ряде небольших городов там где-нибудь в Урале, в Заурале, в Сибири значительная часть мужчин прошли через тюрьму. В целом статистика показывает, что в той или иной степени побывали за решеткой примерно каждый пятый, а то и каждый четвертый молодой россиянин. Это статистика. И это способствует формированию вот этой вот криминальной субкультуры в России в целом. В значительной степени эта криминальная субкультура формируется и властью тоже. Отсюда вот этот беспредел. Отсюда эта криминальная субкультура особенно распространена в армии. То есть дедовщина как основа дедовщина, дедовщина, уголовщина в армии, как основа ее жизнедеятельности. Это очень характерно. Отсюда весь тот ужас, который несет российская армия своему народу и окружающим народом. Отсюда Буча, отсюда Мариуполь, отсюда все то, о чем вы пишете. Что же касается того, что с этим делать, я думаю, что еще раз кардинально лечению это не поддается. Единственный возможный способ что-то изменить это в известной степени сократить Россию. Это не значит, что любая большая страна требует сокращения, но это большая страна, которая имеет такую историю болезни, я бы сказал. И терапевтическими методами это не лечится. Я в этом абсолютно убежден. Не будет никакой прекрасной России будущего. Не будет в результате смены правителя, смерти Путина и так далее. поражения России в украинской войне на месте нынешнего криминального фашистского государства не возникнет ничего хорошего без того, чтобы Россия перестала быть империей. Только это, потому что это приведет к формированию в известной степени к новому национальному строительству. Переучреждение России при сохранении о котором многие говорят переучреждение России при сохранении ее нынешней территории невозможно. Все равно будет вырастать все то же самое. Обязательно. Попытка была. Это неуспех этой попытки убедительно свидетельствует о том, что это невозможно. Тадеуш Костюшко. Если все так плохо с Белгородом, Воронежем, Краснодаром и Ростовом, имеется ввиду содержание предыдущего моего утреннего стрима, где я говорил о белгородском, воронежском, краснодарском и ростовском синдроме. Тогда какие на ваш взгляд есть наиболее реалистичные опции исполнения планеты от ракового опухоля путинизма. Регулярно говорится про некий аналог российской освободительной армии, но в каком состоянии находится эта опция. Есть ли по этому поводу единство среди так называемой российской оппозиции и коллективного запада. Как к этому относится Украина? Попробуйте пожалуйста коротко дать целостную картинку. Во-первых, уважаемый коллега, я должен сказать, что ростовский синдром, ростовская версия развития событий это как раз про в значительной степени и про русскую освободительную армию тоже. Поэтому здесь если делать выбор между этими сценариями, то я думаю, что ростовский сценарий, хотя он маловероятен, но там хотя бы не нулевая вероятность. Остальные сценарии не ведут что называется не являются той самой дорогой к храму. То есть не ведут к освобождению человечества от угрозы Российской империи. Теперь что касается самого вопроса, в каком состоянии находится опция Российской Освободительной Армии. К сожалению, в зачаточном. То есть идею Российской Освободительной Армии поддержал Форум Свободной России, поддержали его лидеры, такие как Каспаров и так далее, но этого явно недостаточно. При всем уважении к Форуму Свободной России, при всем уважении Гарри Каспарову, но политический потенциал Форума Свободной России явно недостаточен для того, чтобы пробить ту стену, которую надо пробить. И эта стена, во-первых, это отношение Запада, потому что Запад в это не верит и этого не хочет. Я не так часто и не так много встречаюсь с западными политиками, как Гарри Каспаров, но мои контакты с ними показывают, что в основном отношение к этому негативное. Отношение негативное. То есть никто не хочет распада России, никто не хочет того, чтобы была сформирована Российская освободительная армия, которая в состоянии в какой-то перспективе накапливать силы внутри украинской армии не в конечном итоге совершить вот такой вот марш-бросок типа Пригожинского марша справедливости, но с другими целями. Украинское руководство, насколько мне известно, относится к этому тоже с некоторой настороженностью. То есть пока каких-то предпосылок к тому, чтобы эта идея была успешно реализована, я не вижу. Хотя дорогу осилит идущий. И мне представляется, что это одно из немногих направлений, которые заслуживают поддержки. Но пока очень тяжело все идет. Проблема еще и в том, что очень многие российские оппозиционеры довольно комфортно себя чувствуют. Ну я говорю условно оппозиционеры, потому что понятно, что никакой оппозиции в России нет. Есть люди негативно настроены по отношению к Путину, но никаких шансов прийти к власти у них нет. У нас у всех. Я-то на власть вообще не претендую, но есть люди, которые называют себя политиками, но при этом таковыми не являются. Но это неблагодарный, понимаете, это тяжелый неблагодарный труд. И вот формирование российской освободительной армии. Тяжелый неблагодарный труд. каких-то преференций на этом пути ни у кого нет. Поэтому очень немногие этим занимаются. Карлос не уловил ваше объяснение, чем отличается интерес в политике от выгоды в экономике. Можно ли считать, что экономика есть производная от политики? Уважаемый Карлос, это мне кажется довольно просто. интерес в политике может быть противоположен экономической выгоде. Ну вот яркий пример. То, как понимает российская власть, скажем, Путин, интерес в политике, это оккупация Крыма. Является ли это синонимично экономической выгодной? Нет. Оккупация Крыма экономически невыгодна. Захват все новых и новых территорий в Украине экономически невыгоден. Но это соответствует пониманию интересов российского фашистского рейха, так, как это формулирует для себя Путин. Понятно, да? То есть в данном случае это интересы, политические интересы формирует политическая власть. и они зачастую противоположны экономической выгоде. Иногда совпадают, иногда нет. Поэтому здесь, мне кажется, очевидно различие. Что же касается того, что экономика есть производная от политики, нет, это не всегда так. Далеко не всегда так. Это зависит от того, какая политика, кто ее формирует. и зачастую политика в значительной степени противоречит экономической выгоде страны. Так тоже бывает. Очень яркий пример сегодняшняя политика путинской России, которая точно противоречит экономической выгоде. Юлия, замечали ли вы, что среди творческих людей много людей с непривычной для многих ориентаций. Оскар Уальд, Рудольф Нуреев, Чайковский, список можно продолжать бесконечно. Кто-то говорит, что это от распущенности, что называется с жиру бесится. Мое мнение такое. Творчество расширяет границы и в какой-то момент категория полостирается. А так как настоящее творчество имеет в фундаменте любовь, то и происходит эта стихия. Мне было бы интересно узнать ваше мнение. Уважаемая Юля, я, во-первых, думаю, что если бы были проведены серьезные исследования сравнительные, если бы была такая серьезная компактивистика проведена по сексуально-гендерному анализу, условно говоря, давайте я объясню, что я имею ввиду и с чем я не совсем согласен в постановке вашего вопроса. Мы можем много перечислять людей с нетрадиционными ориентациями среди творческой элиты. Во-первых, я не уверен в том, что это репрезентативные исследования. Например, я не знаю, есть ли какие-то исследования, которые бы показывали процент людей с нетрадиционной ориентацией среди, например, известных композиторов или известных певцов. Мне эти цифры неизвестны. Те фамилии, которые вы называете, да, они известны, но какое количество людей другой, так называемой традиционной ориентации неизвестны. Ну и самое главное, самое главное, а кто-нибудь проводил анализ, например, действительно серьезный, углубленный анализ количества людей нетрадиционной ориентации среди, например, столеваров или среди, например, шахтеров или среди, например, сантехников. Понимаете, так сказать, антропологические исследования показывают, что в принципе процент людей с нетрадиционной ориентацией он примерно одинаков среди, он задан биологическими параметрами и он задан определенным образом как некая константа. Поэтому у меня есть сильное подозрение, что среди певцов с одной стороны и депутатов с другой стороны и сантехников с третьей стороны значит примерно одинаковое количество людей предрасположенных к нетрадиционной ориентации. У меня есть другая гипотеза, что среди тех же самых сантехников, кузнецов, лудильщиков и экскаваторщиков значит обнародование своей сексуальной ориентации менее распространено, чем среди певцов. Я думаю так. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в богиме это не является каким-то табуированным. А среди представителей других специальностей здесь есть табу на обнародование такой ориентации. Поэтому я думаю, что изначальная гипотеза о том, что по крайней мере у меня есть сомнения в том, что существует какая-то связь между творчеством и ориентацией. по крайней мере я думаю, что эта связь не доказана. Что же касается вашей гипотезы, что творчество расширяется и стирается категория пола, опять-таки не доказано. то, что гомосексуалисты более талантливы, чем люди традиционной ориентации, мне представляется этот тезис не доказан. Еще раз я объясняю почему. Потому что исследования, которые доказали бы, я все-таки социолог. И я хочу результатов серьезного репрезентативного исследования. А таких исследований нет. Еще раз подчеркиваю, оно должно быть компактивистским. Оно должно быть достаточно репрезентативным. Ничего похожего я не знаю. А впечатления, понимаете, особенно, когда эти впечатления основаны на слухах. То есть люди публичные, они так сказать, здесь очень много спекуляций. очень много непроверенных слухов. Я вас уверяю, что если бы о каких-нибудь представителях других профессий писалось бы столько, сколько о эстрадных певцах, певцах, депутатах и так далее, то мы бы узнали бы массу нового о слесарях, столярах и прочих плотниках. Понимаете? Так что, если бы так копались в их нижнем белье, как это делают в отношении артистов. Александр Трофимов. Существует на свете весьма импозантный ресторатор Владимир Познер. Он не носит черные носки. У него было хобби выступать в филюзионной студии, задавать хорошо, вдумчиво и красиво сформулированные вопросы гостям, которых пригласят. Никак не могу забыть, с каким пафосом данный ресторатор перед камерой говорил. Если вы не интересуете политикой, то это не значит, что политика не заинтересуется вами. Вопрос. Может быть, не так уж плохо оставаться аполитичным? Вы знаете, уважаемый Александр, вы так сильно замаскировали свой вопрос иронией и сарказмом, что я сейчас попытаюсь его оттуда откопать. Дело в том, что Владимир Познер всегда являлся насквозь политизированным человеком, начиная с его деятельности в Советском Союзе, когда он был оголтелым совершенно пропагандистом и агитатором, твердо стоял на линии партии и сгибался вместе с ней, и кончая его последними выступлениями. Я думаю, что в конечном итоге, поэтому я до конца не понимаю, где у вас отвалилась табличка сарказм, но как мне кажется, говорить о том, что Познер это пример о политичности, если в этом смысл вопроса, то это большая ошибка. Познер целиком по уши в политике. И здесь это настолько очевидно, что в реале стоит доказывать. Что же касается вот этого принципа, что если вы не интересуетесь политикой, то политика заинтересуется вами, это не Познер придумал, это расхожее выражение, и я считаю его правильным. Потому что если вы не пытаетесь что-то изменить в политике своей страны, то это значит, что эта политика что-то изменит в вашей судьбе. Причем, как правило, в худшую сторону. Поэтому я думаю, что гимн о политичности здесь в данном случае не является сколько-нибудь обоснованным. Так же, как и запрет носить черные носки. Нина Лорионова. Вопрос, должен ли человек воевать за государство, он очень сложный. Если государство достойно защиты и выбрало путь совершенствования жизни своих граждан, тогда да. Если же люди живут в нищете, сплошная коррупция, вверху воюют миллиарды, отнимая их через налоги граждан, то какая ему, простому человеку, разница, быть под гнетом своего государства или того, кто хочет его город захватить. Читал комментарий одного украинца, где он так и сказал, такое коррумпированное государство и наглое государство, я защищать не хочу. Что бы вы ответили ему, Игорь Александрович? Ну, я уже говорил, так или иначе отвечал на этот вопрос. Ну, первое, значит, какая простому, человеку, я сначала отвечу вам, уважаемая Нина, а потом уже этому человеку, вам отвечу, вы задаете вопрос, какая простому человеку разница, быть под гнетом своего государства или того, кто хочет его город захватить. Я думаю, разница очевидна, эта разница видна, например, как жили жители города Буча под гнетом своего государства, да, вот ужасное государство Украина, которое угнетало, которое воровало, которое там, значит, коррумпировало и так далее. Вот ужасное государство Украины, это была жизнь горожан города Буча, пригорода Киева. И вот они жили под этим гнетом ужасного, кошмарного, коррумпированного украинского государства. А потом пришли другие люди, захватили, часть этого государства, в том числе, часть этой страны, в том числе, город Буча. Ну, спросите тех, кто выжил, есть ли разница между жизнью под властью ужасного, коррумпированного украинского государства или жизнью под властью тех оккупантов, которые пришли. Спросите жителей других городов, которые были захвачены оккупантами, которые вырезали население, которые насиловали, убивали, грабили. Ну, спросите их. Они вам ответят, в чем разница. Понимаете? Некоторых, к сожалению, спросить не удастся. Потому что они жили под властью, так сказать, этого ужасного киевского государства и жили счастливо, насколько я могу судить. Потому что я со многими гражданами украинами знаком. И они счастливо жили под властью этого ужасного коррумпированного киевского государства. Они были счастливы. А сейчас они не живут. Сейчас они умерли. Они были убиты пришедшими оккупантами. Вот и вся разница. Вот это, мне кажется, уважаемая Нина, очень ясно и четко надо себя отдавать отчет. То есть жизнь в Украине до вторжения и жизнь под властью захватчиков, ну, здесь, мне кажется, разницу несложно увидеть. Что же касается комментариев украинца, которые такое коррумпированное и наглое государство защищать не хочу. Ну, я бы ответил очень просто. Ну, вы не хотите защищать это государство, но тогда не надо. Понимаете, тогда в целом ваша позиция понятна, вы в данном случае просто не хотите жить в этой стране. Одна позиция, я хочу жить в этой стране, я хочу изменить эту страну, я буду жить в ней и бороться за то, чтобы ее изменить. Если же нет, я не хочу защищать это государство, насколько я понимаю, речь идет о тех людях, которые уехали. но это значит, у вас есть полное право перестать считать себя гражданином этой страны, у вас есть полное право интегрироваться в ту страну, в которой вы сейчас находитесь, это ваше право, и у меня нет ни малейшего основания вас осуждать, просто вы не являетесь гражданином Украины, уже, несмотря на то, что у вас паспорт украинский, но вы в данном случае разорвали свои связи со своей страной, имейте право, вы можете быть космополитом, гражданином мира, или выбрать себе ту страну, которую вы хотели бы защищать. Кстати, говоря, граждане многих европейских стран тоже не хотят защищать свои страны, так что это особенность сегодняшней ситуации в мире. Но в данном случае я считаю, что нельзя сохранять ситуацию, при которой люди, которые воюют за свою страну, защищают ее, имеют равные права с теми, кто не хочет этого делать. Это неправильно. Но самое главное, это, конечно, ответ вам, уважаемая Нина, какая разница быть подвинутым своего государства или того, кто хочет его город захватить. Спросите жителей Бучи. Лев Винстон. Вопрос. Игорь Александрович на днях наткнулся на возмущение людей на статью «Медуза». «Медуза» вышла со статьей об обстрелях из Балой севера Израиля и убийства детей. Статья в лучших традициях «Медуза» «Ракета упала», «Израиль обвиняет», «Хизбалла» отрицает и так далее. Короче, не все так однозначно. Собственно, вроде ничего нового, но меня удивило другое. Статья ссылается на источник, а источник это израильский крупнейший медиаресурс. Не знаю, надо ли говорить, что, естественно, там такой херни не написано. Собственно, вопрос. Это как вообще по стандартам в журналистике? Ставить ссылку на статью у себя интерпретировать как угодно. Уважаемый Лев, ну, естественно, это никакого отношения к стандартам в журналистике не имеет. Точно так же, как и, понимаете, вот эта вот позиция, она очень характерна для «Медузы». Это попытка встать над схваткой. Значит, я понимаю мотивы людей, которые не хотят принимать участие в информационной войне и пытаются отгородиться от пропаганды. Понимаю мотивы. Но здесь есть другая крайность. Это крайность попытка встать над схваткой и говорить, вот не все так однозначно. Вот есть позиция Хизбаллы, есть позиция там Эрдогана, который грозит вторгнуться в Израиль, есть позиция израильтян и так далее. Ну, короче говоря, не все так однозначно у всех свое мнение. Есть мнение Чикатило, который имеет полное право насиловать и убивать. Есть его позиция тоже понятная, оправданная. Он больной человек, ему хочется. Есть позиция жертвы, которая не может уже высказать своего мнения. Ну, и короче говоря, не все так однозначно. Я думаю, что это не журналистика. Вот я так думаю. Я думаю, что это не журналистика. Журналист, при том, что он должен быть объективным, но эта объективность должна быть основана на каких-то, в любом случае, на каких-то ценностях. У журналиста должна быть позиция. Если он не новостник просто, вот есть новость, есть все-таки старое разделение журналистики на новостную и публицистику. Если вы просто новостник, то тогда вопросов нет. Вы просто сообщаете, что упало столько-то ракет, убито столько-то людей. Точка. Вы просто новостник. Если вы все-таки делаете расследование, если вы делаете анализ, то этот анализ должен быть с какой-то позиции. Ну, хотя бы с той позиции, что убивать нехорошо, что агрессия это плохо, а защита от агрессии это нормально. То есть, вот такие вот азы, которые вытекают из ценностей, они являются свойством журналистики. Поэтому я думаю, что в данном случае Медуза просто не имеет никакого отношения к стандартам журналистики. Ирина. Хочу задать вопрос, пока слушаю вас постоянно, уже знаю ваше отношение к Михаилу Веллеру. Ну вот буквально в пятницу мне подруга прислала ссылку на его интервью на канале Форум Свободной России. Обычно мы с ней потом обмениваемся нашими мнениями, я начал слушать, записал начало его выступления. Байдена не существует, Байден это фантом, Байден это не политический субъект, это объект, Байден это воплощение пустоты, а теперь стало быть у нас воплощение пустоты Камала Харрис. Нету никакой Камала Харрис, а есть женщина со своим идиотским смехом, про которую все абсолютно уже сказали много раз со своей биографией, которая началась в постели соответствующей легистратуры и так далее. Называет Камала Харрис просто дурой несколько раз. И сколько положительных комментариев под видео. Мне кажется, что он тоже персонаж для вашей передачи медиафрении. Игорь Александрович, что вы можете сказать на это его выступление? Что с человеком? Михаил Веллер это человек, который в свое время призывал совсем недавно призывал голосовать за КПРФ. Это человек, который является трампистом. Человек, который это сторонник нелиберальных консервативных ценностей. Человек, который проявляет невероятный, чудовищный дилетантизм философии, в то же время называет себя единственным постсоветским философом на территории России. Единственная философия, которая проявилась, это его бредовая совершенно теория. Отдельно разбирать каждый кейс в биографии Веллера я не собираюсь, неоднократно это делал. Вы знаете, я думаю, что вы спрашиваете, что с человеком? С человеком, который постоянно в ходе бесед начинает швыряться, ну как это было в студии Эхо Москвы в отношении Бычковой, начинает швыряться стаканом с водой, но и не только, это же не единственный случай, он постоянно в ходе дискуссии переходит на крик, на истерику, срывается, кидает стакан, ну это единственный предмет, который у него стоит перед ним, кидает стакан с водой куда-то в сторону собеседника и выскакивает из студии. Вот такая вот истерическая манера поведения, она очень характерна для Велера, плюс еще вот это вот его тромпизм, вот этот его дикий дилетантизм и чудовищное самомнение, неприемлемость, никакой другой точки зрения, при этом постоянно переход на крик, на хамство, что это за диагноз? Вы знаете, у Торстого есть формула, которая мне очень нравится, она очень простая, человек дробь в числителе то, что он из себя представляет, а в знаменателе то, что он о себе думает. В случае человека по фамилии Веллер, тут значение этой дроби определяется размером знаменателя, он бесконечен. Веллер абсолютно убежден, что его знаменатель, то, что она о себе думает, равен бесконечности. Человек, который считает, что его философская концепция, если ее разбирать, это отдельная история, это очень смешная, абсолютно дилетантская концепция, является единственной философией, которая возникла в постсоветской России. Ну, все, это знаменатель равной бесконечности. Он действительно весьма неплохой писатель. Но, как только он вторгается в сферу, в которую он ничего не понимает, это философия, это политика, это какие-то рассуждения о этическом плане, то он действительно становится ясно, что числитель у него небольшой, а при том, что знаменатель равен бесконечности, в целом значение дроби под названием Веллер как человек стремится к нулю. Ну, так это выглядит. Вот так это выглядит. Понимаете? Все бы нормально, но знаменатель уж очень огромен. И он уничтожает личность Веллера как человек. Он превращает его в человека, который постоянно несет ахинею. В частности, в том примере, о котором вы говорите. Пан Степан. Я смотрю новый фильм о нашем недавнем прошлом, не прошедшее время. Надеюсь, что вы найдете возможность его как-то быстро просмотреть. У меня имеется чуть ли не десяток вопросов уже после первых двух серий в комбинации с недавним сериалом певших. Я пока спрошу то, что не требует просмотра фильма. Планируете ли вы, как говорили раньше, подробный разбор фильмы певчих и вашу интерпретацию 90-х? Может быть, теперь в связке с этим новым и, кажется, высокопрофессиональным фильмом? И второе. Я ощутил чувство стыда, смотря вторую серию, посвященную кучу 91-го года. Без интернета, без какой-то возможности организации, при куда более сильном страхе, то есть старой, нешуточной советской власти, в Москве к Белому дому вышли 200-250 тысяч человек. Почему этого не было теперь в последние годы? Что касается первого части вопроса, я ничего не могу сказать, потому что фильм этого не смотрел. Может быть, раз уже несколько упоминаний этого фильма в комментариях, может быть, есть смысл посмотреть. Пока не знаю, как посмотрю, если и когда посмотрю, то может быть, если сочту это свое мнение заслуживающим внимания, то выскажусь. Теперь, что касается 91-го года. Вы знаете, я не могу с вами полностью согласиться, вот почему, уважаемый пан Степан. Дело в том, что, когда вы говорите при куда более сильном страхе, то есть старой, нешуточной советской власти, я совершенно с вами не согласен. Я просто помню, я же участник этих событий, я хорошо помню, то ощущение, которое у нас было, когда мы, так сказать, вот на Тверской, в частности, ну просто руками останавливали танки. Это не фигура речи, это просто факт. Понимаете, идет вот эта вот стальная махина, а нам не страшно. И не потому, что мы какие-то бесстрашные, я не считаю себя храбрым человеком, я, в общем, так сказать, ну далеко, ну уж точно не герой. и совершенно точно не считаю себя физически смелым человеком, это точно. Но вы знаете, страха не было. А почему? А потому, что мы видели глаза этих ребят, которые сидели в танках, и понимали, что нет, они давить нас не будут. Ну, конечно, если очень сильно захотите броситься под танк, то, наверное, придется что-то случиться. Ну, и в какой-то степени, да, там были исключения в семье небезуррода. Был знаменитый вот этот эпизод под мостом подразделением бронетехники командовал нынешний герой в кавычках этой войны господин Суровикин. И там действительно трое погибло. Но в основном, в общем-то, этого не было. И в основном в глазах есть вот некая некий язык тела. Помимо слов они кричали, они орали, сойди с брони, матерились. Но было видно, что стрелять они не будут. Это было видно, это чувствовалось. И вот это соотношение абсолютного бесстрашия со стороны десятков и сотен тысяч москвичей, которые действительно остановили это вторжение ГКЧП воинства в Москву. И неготовности убивать со стороны армии. Это чувствовалось. Поэтому, вы знаете, даже вот я не скажу, что какой-то особый героизм был. Хотя, конечно, образ Растроповича с автоматом, который дежурит в Белом доме, ну, конечно, впечатляет. Да, это были какие-то эпизоды героические, но в целом не было этого страха. На сегодняшний момент, когда мы сталкиваемся, я помню хорошо, когда вот 6 мая мы столкнулись с этой толпой, с этой шеренгой, огромной шеренгой росгвардейцев, которые, так сказать, ну, там была совсем другая ситуация. Перед нами были уже совершенно другие люди. И когда нас разгоняли, колотили дубинками, хватали в автозаке, это были совершенно другие люди. Они готовы убивать. Понимаете? Они готовы. Сегодняшняя Росгвардия готова к массовым убийствам. Тогда этого не было. И я еще раз говорю, я не склонен, так сказать, вот как-то я не склонен как-то возвеличивать то, что было в 91-м году, когда остановили ГКЧП. И не склонен, так сказать, осыпать проклятиями тех нас сегодняшних, которые не в состоянии выйти против режима. Советская власть 91-му году после так сказать нескольких после фактически шести годов Горбачевской власти это была совершенно другая власть. Это уже не была советская власть Сталина, это не была советская власть Хрущева, который смог расстрелять Новочеркасск, это не была советская власть Брежнева, который так сказать и так далее, то есть Андропова. Нет, это было после шести годов Горбачевской оттепели, не оттепели, а Горбачевской нового мышления так называемого, нового мышления, как говорил Горбачев, это было после политики гласности, это было после выборов относительно свободных выборов Верховного Совета, то есть это была совершенно другая страна. и власть советская, власть, которая представилась, представила своей, выглянула вот это вот свое рыло ГКЧП, оно было другое, это были дрожащие руки, поэтому их никто не боялся, никто не боялся, ни в Москве, ни в Питере, ни в других городах, их никто не боялся, вот, а сегодня, сегодня российская, путинский фашистский рейх производит страх промышленных в индустриальных масштабах, поэтому я думаю, что в этом причина. Дорогие друзья, мы на этом завершаем наш сегодняшний утренний эфир, еще раз говорю, что я попробую по возможности сделать вечерний стрим, если получится, то хорошо, если нет, то я не забуду обязательно разговор о российской оппозиции, о том, что в ней происходит, я думаю, очень актуален, и мы с вами об этом поговорим. Берегите, пожалуйста, себя, слава Украине, и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok